Ребята, привет, приветики! С вами я, Света Носович, и в этом видео я подробнее расскажу все-таки, что значит свобода, да, что значит сотрудничество с компанией Фаберлик и свобода от наемного труда. Также мы с вами сходим еще в одно место за интересной покупочкой. Итак, мы с вами сегодня идем в Микс, я живу в городе Бресте, в Беларуси, мы сейчас идем в Микс, в первую очередь мне позвонил сын, сегодня, кстати, 8 сентября, сыночек мой в больнице, ну слава богу, как бы все хорошо, вот, все хорошо, и он мне сейчас с утра позвонил, попросил, чтобы я купила ему эту пимпочку на телефон, попсокет, по-моему, попит попсокет. Короче, эту штучку на телефон, вот, как она называется, потому что его эта штука совсем сломалась, вот, поэтому это у нас в приоритете, так, сейчас я перехожу в дорогу, это у нас в приоритете, ради этого мы, в принципе, и идем. Потом второе, что я еще тоже вчера нашла в интернете, в интернете, смотрю под ноги, я извиняюсь, опуская глаза, дорога не очень хорошая, у меня здесь вот такая, вот, поэтому смотрю, чтобы не упасть. В интернете нашла я вчера еще один очень интересный рецепт быстрого приготовления закуски с лавашом, поэтому мы купим с вами еще лаваш, ну и все, что для этого нужно. Вот, и обязательно сниму видео, потому что предыдущее мое видео с лавашом просто отлично зашло, просмотров действительно больше, чем обычно, вот. Ну и основной темой этого видеоролика будет, это именно очередной раз, мое осознание того, насколько все-таки круто, да, быть свободным и независимым от вот этого наемного труда, работать на себя, самостоятельно распоряжаться своим временем, вот. Буду наговаривать, делиться с вами, очень хочу с вами поделиться, больше всего очень хочу, чтобы просто вы действительно это понимали. Не просто слушали, да, не просто как бы знали, а реально понимали и осознавали это все, потому что на самом деле это, ребята, действительно очень-очень классно. Даже элементарно, да, такой вот простой пример свободы, да, от наемного труда, это даже то, что, вот, например, мой сыночек сейчас находится в больнице, но еще раз повторю, слава богу, все, все хорошо, и у меня есть свободное время, чтобы пойти, если что-то нужно, ему докупить, купить, позвонить спокойно, собраться, например, поехать его навести, не отпрашиваться, ничего. Я говорю, вот, когда происходят какие-то такие вот ситуации и моменты, вот именно тогда начинаешь вот понимать все прелесть того, вот, все прелесть вот этого, то, что мне не надо никуда бежать на работу, ни у кого отпрашивают, а просто я захотела, у меня есть свободное время, которым я распоряжаюсь сама, собралась и пошла. Так, мы подходим уже к миксу, подходим к миксу, ну, давайте, буду тогда снимать там. Ну, что, первым делом мы, наверное, сходим сначала внутрь, кстати, я вот кое-что хотела здесь посмотреть. Ярослав у меня просил еще какие-то игры карточные, Оно, или как они называются, я хотела посмотреть, может быть, здесь они и есть. Так, сейчас поспрашиваю. Карта позвонила Ярику, спрошу у него. Так, и сюда потом мы зайдем еще, возьмем этот, как его, попит этот попсокет. Вот, сейчас идем. А, еще попугая надо корм, кстати, взять, потому что сегодня мы много погуляем. Так, еще для сравнения хочу посмотреть, почем же все-таки в миксе стоят, возьмем два банана сразу еще. Почем они? Что я не вижу денег на эти бананы, если честно. Ладно, бог с ним. Хочу посмотреть. Ага, суш-то и нету, наверное. Вот, короче, суши здесь вообще нету. Так, взяла я два банана, сейчас возьмем с вами еще лаваш. Возьмем лаваш. Что еще возьмем? Сыр, наверное, возьмем сразу упаковочку. Вообще, надо было брать мне корзину. Мне неудобно в руках. Сейчас возьмем корзину все-таки. Тоже, кстати, какие-то эти всякие книжечки. Что здесь у нас? Открытки. Не надо нам открытки. Так, идем, возьмем сейчас лаваш. Сыр возьмем. Что еще надо было? Колбаска, в принципе, у меня есть. Так, вот сыры. Такая музыка приятная. Сливочный мой любимый. Вот этот. Вот, возьму еще какой-нибудь йогурт Ярославику. Влюбился этими шариками. Что-то такое. Сейчас возьмем ему. Слушайте. А вот такой вот он какой-то тоже кушал у меня. Так, идти по 2.15 с шариками. Это должно быть подешевле. Рубль 71. Возьмем ему сейчас такую баночку аккуратненько. Аккуратно. Так, ну, и лаваш, конечно же. Пошла я с другой стороны. Вот. Какие-то, какие-то другие, только это что-то палочки. Здесь тоже можно Ирославу взять. Солонка сладкая. Солонка сладкая. Три рубля. Соленые палочки. Посмотрим в другом месте. Типа 4. Что-то такое интересное. Пшеничная тортилия. Вот такой вот лаваш, наверное, мы возьмем. Сколько он будет. Так, отлично. Так, чтобы, в принципе, можно выйти посмотреть Ирославику. Это солонки соленые. Он любит. Мне еще надо глянуть чистящее средство. Чистящее средство. Что-то еще я, по-моему, хотела. О, надо нам вот эти уже штуковины. Так, по 2, по 3 рубля. 3.19, 3.45, рубль 70, 2.59. Может, вот эти взять большие. Блин, в Фаберлике были такие классные тряпки. И сейчас нет их, к сожалению, в наличии. Так, там 10 штук. И здесь 10 штук. Ярослав сказал, что ему эти уна не нужны. Так, возьму я еще вот это. Так, и чистящее средство. Надо еще. Что я здесь не вижу. И туалетов. Не то. Так, здесь-то всего нет. О, гонки дорогие, шампуни. Вот это да. Даже белитовиток. Смотрите, как дорого. По сравнению с Фаберлик, конечно. Вообще обалдеть. По 12 рублей. Цены большие. Ладно, зайдем. Потом еще посмотрим в другое место. Чищащие средства. Может, здесь что-то еще есть игральное. Такое, настольные какие-то игры. Может, и интересное для всей семьи. Лото. 7 рублей шахматы. 14 рублей. Ленивец какой-то. Что за ленивец? В принципе, взяла все, что хотела. Стою на кассы. Пойдем дальше. Зайдем все-таки в Милу. Хочу посмотреть Ярославу. Носочки новенькие надо купить. Тут они недорогие были. Может, себе еще что-нибудь посмотрю. Какие-нибудь заколочки. Ай, нет. Потом. Вдруг раз. Так. Вот носочки. Так, тут девчачьи получаются, да? А вот, наверное, мальчиковые мужские. Так. Что по ценам? По 3 рубля. Есть. Так, сейчас буду смотреть размер. Так, 40-ые. Тут я вижу 40-ые. У Ярика 36-ой. Сейчас что-нибудь поищем на его размер. 40-42. Очень большие какие-то такие все. Так, сейчас я посмотрю сама. Так, возьму Ярику такие носочки по рубль с чем-то. Они на акции идут. Так, средства. Все, в Миле я тоже, в принципе, купила все, что хотела. Сяла дешевые носочки там по 2 рубля, грубо говоря, рубль с копейками. И взяла средства. Порошок чистящий. Мама именно его захотела. Я для ванны беру другой немножко, потом расскажу как-нибудь. Так, идем еще попугайчику взять. Корм. Такой вот у нас магазинчик есть. Так. Где-то для птички я брала корм. Вот тут, наверное, сейчас посмотрю. По-моему, вот этот. Корм для попугая. 2,98. Вкусняшки всякие. Что это такое? 9 рублей. Так, ну все, идем дальше. Для собачек, смотрите. Какие интересные. Так, все, идем. Теперь мы попсокет этот купить. Забыла, я опять забываю, как называется эта штука. Ярославу купить. Не знаю, Уна найти не захотела. Спрошу, что там еще есть. Так, посмотрим, что еще здесь. Есть. Мышки-нарушки. Вот эта штука. Сколько она стоит? 280 рублей. Лампа. Так, ну что, спрашиваем. Такие тут у девочек есть. Эти штучки. По 5 рублей. Вот такой вот я, Ярику, взяла. Все, спасибо большое. До свидания. Ну все, в принципе, я купила, что хотела. Единственное, не было там никаких мелких игр. Вот, а Уна ребенок не захотел. Ну вот мне, кстати, очень крупно повезло с сыном, потому что он не просит, так скажем, то, что не нужно. То есть он как-то уже понимает, надо ему это или не надо на самом деле и не просит. Даже вот элементарно с этими Уна, да, они там стоят совсем недорого, недорогие там 7 рублей, я говорю. Ярослав, давай, может, как бы возьму, пусть будут. Он такой, а зачем, типа, мне не надо. Я один раз-два поиграю и все. Вот поэтому в этом плане у меня просто вообще, да, и вообще во всех планах прекрасный, замечательный сын. И очень меня радует то, что он знает, так скажем, да, то, что ему надо, то, что ему реально не надо и не тратит на это зазрять деньги. Вот, так, смотрим опять под ноги. Так, я иду уже в сторону дома. Вот, как бы, в принципе, и о чем я хотела поговорить и показать. То есть вот на чем я и закончила, да, элементарно. В любой момент я собралась и пошла туда, куда мне нужно или куда захотела, да, в любое время. Мне не нужно не отпрашиваться, мне не нужно не отпрашиваться ни у кого, не брать там за свой счет, не брать какой-то там выходной или что-то еще. Вот, поэтому я часто об этом проговариваю, я очень часто об этом говорю и, наверное, буду всегда, всегда говорить, потому что мне действительно очень хочется донести, чтобы вот просто многие, да, так скажем, осознали, насколько это кайф, насколько это круто, когда у тебя есть возможность самому распоряжаться своим временем. Вот, и как раз таки для меня, по крайней мере, да, сотрудничество с компанией Фаверли как раз таки предоставляет вот эту вот возможность. Потому что я вижу, что там просто шикарные, огромные перспективы заработка и роста. Конечно, я помимо этого еще рассматриваю, развиваю другие, да, варианты заработка дополнительные, да, чтобы, как правильно говорится, финансовой грамотности, чтобы источников дохода было несколько. Тогда вообще будет все круто, замечательно. Вот, так что вот такие вот дела. Практически подошла к дому, обязательно будет видео нового блюда из лаваша. Я очень-очень хочу попробовать, потому что в интернете выглядело это очень аппетитно, вот, поэтому попробуем. Вот, и еще раз проговорю о том, что, ребят, цените себя, любите себя, цените свое время, потому что время это действительно невосполнимый ресурс, да, по всем вопросам. Поэтому, конечно же, мне пишите вся информация под видео в описании. Ну что ж, давайте быстренько посмотрим, что я купила, сколько это обошлось. Так, за 5 рублей получился вот этот, короче, эта штука, я все время забываю, как оно называется. Так, дальше идем. Вот такое я купила средство. Мама прям очень просила ванную и раковину в ванне. Я потом как-нибудь покажу, хотя, в принципе, я показывала. Вот это вот нам для другого нужно. Вот такой порошок. Так, дальше. Вот купила такие носочки в миле. Они были на акции по рубль, по-моему, 90, почти 2 рубля, да. Вот такие вот носочки. 5,58 получилось за порошок вот этот и за носки. Так, идем дальше. Питомцу вот такой корм красный. Просто обычно я ему беру, потому что если брать другие, например, Рио, там очень много насыпано разных вот этих вот добавок. Он их просто не ест, он их выкидывает. Так, 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 так. Вот это получается, да. 2,92. 2,92. Вот корм тоже там какая-то еще акция сработала. 2,98 сработало 6 копеек, 2,92 к оплате. Тоже у меня дисконт есть, поэтому так, идем дальше. И уже с такого магазина. Вот взяла я все-таки 10 штук тоже на акции вот этих мочалок. Честно говоря, они мне вообще не очень нравятся. Вот в Фабере у нас были хорошие мочалки, но, блин, они пропали, к сожалению. Так, потом 2 бананчика я взяла. Взяла вот такой вот сыр. Взяла Ярославу вот такой вот йогурт. Вот он любит. Так, и что? И лаваш, да, у нас получается. Так, и получается вот такой лаваш. С него мы обязательно приготовим вкусняху. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, что у нас получилось по цене за это все. Так, губки 2,59. Так, губки 2,59. Йогурт 1,71. Сыр 4,23. Лаваш рубль 42. Так, 2 банана получилось. О, 3,99 килограмм подешевели. Рубль 62. Так, скидка какая-то сработала. Пакет какой-то мне еще посчитали. Пакет фасовочный. Что, что они мне зафасовали в пакет? Ничего не фасовали. Короче, надули, походу, за пакет. Ничего у меня в пакете не было. Пакет я с собой брала. Ну, вот вам здравствуйте. Приехали называется. Короче, 9 копеек с меня сняли за какой-то пакет, которого нету. Поэтому очень внимательно нужно быть. Так, сработала скидка 32 копейки. 11,34 я отдала за продукты. Так, вот такое видео у нас получилось. С лаваша обязательно приготовлю видео, сниму. Должно получиться очень вкусно и интересно. Так что оставайтесь на моем канале. Просматривайте предыдущие видео тоже. Некоторые самые интересные видео. Ссылочки на них оставлю в описании. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Пока-пока. Пока-пока.